МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Говорить мы сегодня будем у Евгения Онегина. Во время первой болдинской осени в сентябре 1830 года на полях рукописи романа Пушкин записал 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Это срок работы над романом, как он сам его рассчитывал. Правда, исследователи уже посчитали, что время было гораздо дольше, 8 лет половину. Ну, как считать, от замысла или от первой строки? Потому что первая строка этого величайшего пушкинского сочинения появилась 9 мая 1823 года. Это та самая строчка, которую все мы знаем. «Мой дядя, самых честных правил». Когда Пушкин эту строчку написал, он еще не представлял, как будут развиваться события в его романе, поскольку это едва ли не первое, а, может быть, и точно совершенно первое произведение в русской литературе, когда автор знакомил читателя по главам с развитием сюжета, еще не написав целого сочинения. И когда вышло первое издание первой главы, а это было в 1825 году, читателю было обещано начало большого стихотворения, которое, может быть, никогда не будет закончено. И более того, после посвящения в этом первом издании первой главы шло стихотворение «Разговор книгопродавца» с поэтом, который мы все с вами в школе читаем. Мы не знаем о том, что оно внутренне связано с пушкинским замыслом. Так вот, «Разговор книгопродавца» с поэтом указывал на экономическую подоплеку этого решения. Пушкин говорил читателю честно, «Мне выгоднее выпускать по главам и продавать по отдельности, а потом посмотрим, может быть, издадим целиком». Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Помимо экономического замысла, здесь, конечно, был, прежде всего, замысел духовный. Это был эксперимент с сюжетом. Это была попытка найти другое развитие для сюжета стихотворного произведения. И когда он затевал Евгений Анигев, он хотел написать такой роман в стихах, какого никто еще не писал, с таким героем, какого еще не было, с такими взаимоотношениями между автором и героями, каким читатель еще не привык. И все в этом романе должно было быть необычным, вплоть до способа публикации. В 1825 году в Санкт-Петербурге Пушкин начинает издавать текст своего любимого романа Евгения Анигина. Издается первая глава. В 1926 году – вторая, в 1927 году – третья. Пушкин еще не завершил роман до конца. Эти главы издаются отдельными книжками. И русский читатель, собственно говоря, ждет продолжения этого романа, собирает эти главы и переплетает их в конвалюты. И только лишь в 1833 году Пушкин издаст полный текст романа в стихах Евгения Анигина, тот самый, который мы читаем и сегодня. Итак, давайте попробуем себя поставить на место этого самого читателя, первой главы Евгения Анигина, у которого нет продолжения. Что он видит перед собой? Он видит название. Он читает «Евгений Анигин». О чем ему, читателю, первой, трети XIX века говорит это название? Во-первых, о том, что имя литературное. Имя Евгений было невероятно редким в обиходе. «Евгений» – это имя с четкой литературной пропиской. Кроме того, оно означает «благородный», и мы потом с вами к этому вернемся. Фамилия – «Онегин». Вроде бы простая русская фамилия – «Онегин», но она, совершенно очевидно, тоже очень литературная. Почему? Потому что дворянин не мог быть Онегиным по одной простой причине. Если фамилия человека указывала на какую-то крупную реку, дворянин мог носить эту фамилию только в том случае, если эта река полностью входила в его владение. Но представляете себе дворянина, в чьи владения целиком входит река Онега. Как фамилия второго героя-антагониста – Ленский. Представьте себе дворянина, в чьи владения входит Лена. Таким образом, читатель первый сигнал, который получал, это сигнал о том, что это герой, прописанный в литературе, не в жизни. Что он дальше видел? Дальше он видел посвящение Льву Сергеевичу Пушкину, брату поэта. И это меняло дело, потому что название отсылает нас целиком к литературе, а посвящение указывает на то, что это интимное сочинение. Оно рассчитано на то, что ближний круг будет понимать его как-то по-особому. Оно связано не только с литературой, но и с живой окружающей жизнью. Затем это экономическое предисловие, разговор книгопродавца с поэтом, где вообще высокое сводится к низменному. А после этого начинается первая строфа. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть в день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, его подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Во-первых, грамотный читатель слышал какую-то ассоциацию с басней Крылова «Осел был самых честных правил». Неграмотно этого не слышал, но иронию все равно улавливал. Ну что вот улавливал всякий читатель, который разбирался в литературе и не разбирался? Он улавливал, что это какой-то очень сложный способ выстраивания стихотворной речи. С одной стороны, речь предельно свободная, интонация предельно живая, легкая, воздушная, не умещающаяся в какие-то жесткие рамки, а сама форма очень жесткая. Если бы он был стиховедом, то он сразу бы начал просчитывать систему рифмовки в этой же первой строфе, потому что он столкнулся с тем явлением, которое мы называем «Онегинской строфой». Здесь использованы все схемы рифмовки, какие только возможны. Первая строфа, перекрестная, когда рифмуется первая строка с третьей, а вторая с четвертой. А, Б, А, Б. Да? Дальше два раза идут парные строфы, то есть парная рифмовка. Ц, Ц, Д, Д. Ну, для примера. Его пример другим наука. «Да, Боже мой, какая скука!» и так далее. «С больным сидеть и день и ночь, не охотнее шагу прочь». После этого идет кольцевая. Что такое кольцевая рифмовка? Это когда первая строка, страфы, рифмуется с последней, а две близлежащие рифмуются между собой. И завершается все опять двустишек. То есть все способы рифмовки, какие только возможны в русской, а это, наверное, не только в европейской системе стихосложения, были использованы. Значит, поэт завинтил себя в предельно жесткую форму и постарался в этой предельно жесткой форме в форме достичь невероятной свободы. И, конечно, он отсылал читателя к опыту сонета, самая сложная из всех форм европейской поэзии, 14-й стиши, но при этом у сонета, который классический сонет, а не просто стихотворная форма, были свои внутренние законы построения. Первая страфа должна была содержать некоторый тезис, предпосылку. Вторая – контртезис, то есть мысль, которая вроде бы противоречит только что высказанной. А дальше, либо это было два трюстишия, либо четверосишия и двустишия, должен был быть достигнут синтез. То есть из противоречия поэт выходил в некоторое новое состояние. И, может быть, Пушкин, выбирая эту страфу, такой тип страфы подсознательно, вел читателя по уже сюжетной дороге, подсказывая, что сюжет его будет построен по этим законам. Тезис, антитезис и некоторый синтез в финале. Хотя, повторяю, плана жесткого, еще сюжетного, еще не было. Было некоторое предположение о том, как будут развиваться герои. Гипотетический читатель первой главы Евгения Онегина, он еще одну очень важную вещь замечал. То, что на страницах романа появляются реальные персонажи. Реальные люди, современники Пушкина, появляются уже в первой главе романа Евгения Онегина. Это, прежде всего, театр. Пушкин упоминает и трагическую актрису Семенову, и балерину Истомину, и драматургов Шаховского и Катенина, и балетмейстера Дедуло. Когда Татьяну Ларину привозят на ярмарку невеста в Москву, то ее окружают москвичей, в частности, Вяземский, друг Пушкина к ней. Подсел на одном из вечеров. В путешествии Онегина появляется Мицкевич. Кроме реальных людей, есть еще скрытые современники, которые не называются по имени. Например, строчки в Онегине «Я помню море пред грозою», «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою», «С любовью лечь к ее ногам» адресованы мэри Николаевне Раевской-Волкунской. И таких примеров Онегин множество. Что еще читатель первой главы мог вынести из своего знакомства с нею? То, что завязка так и не состоялась. Он прочитал первую главу и куда дело движется, так и не понял. Когда читатель приходит вместе с поэтом в рамки второй главы, он убеждается, что большая часть второй главы тоже ему никаких посылок сюжета не сообщает, никаких завязок там нет. Ну, происходит знакомство с окружающими хлебосольными дворянами, которые подозревают Онегина во всяких смертных грехах, что он формазон, что пьет одно стаканом красного вино и так далее, и так далее. Но происходит знакомство с Владимиром Ленским. Поначалу оно тоже не сулит никакого сюжетного развития. Потому что, ну, какая встреча героев сулит сюжетное развитие? Если они антагонисты. А в чем антагонисты Владимир и Онегин? Ни в чем. Онегин и Владимир находятся просто на разных полюсах. Один романтически упоен некоторой туманной мечтой с душой геттингенской, а другой – скучающий, уставший, светский дэнди. Но вот тут возникает предпосылка сюжета. Потому что возникает, Татьяна появляется и Ольга. И поскольку любой сюжет любого романа связан с любовной линией, возникает возможность с любовной линией. И постепенно поэт готовит нас к тому, что сюжет перейдет в драматическую стадию. И очень быстро проходит глава за главой вместе с этими стадиями развития любовного сюжета. И вдруг оказывается, что происходит мгновенная развязка, а роман еще не окончен. Дуэль. Дуэль – настолько привычное явление пушкинского времени, что она не могла не появиться в романе. Дуэли были запрещены, за это карали. Но тем не менее, все равно стрелялись. Не участвовать в дуэли считалось бесчестем и трусостью, даже если повод к этой дуэли был пустяковый. Именно так и случилось в романе «Евгений и Онегин». Онегин провоцирует Ленского по пустяковому поводу, и потом не в силах избежать этой дуэли. Пушкин и сам принимал участие в дуэлях, у него их было около 20 в жизни. Но по стечению обстоятельств, по какой-то линии судьбы, в дуэли с Дантесом Пушкин стрелялся именно по тому же, при всей разности положений, по тому же поводу, что и Онегин и Ленский. И вот шесть глав написаны, изданы и проданы. Роман не кончился, а развязка вроде бы уже есть. Антагонисты столкнулись, и один из этих антагонистов гибнет во время дуэли. И тут выясняется, что композиция, заметьте, да, мы сначала поговорили о строфе, потом перешли к сюжету, от проблемы сюжета переходим к проблеме композиции, чтобы к сюжету вернуться. Композиция романа настолько же сложна, насколько сложна структура Онегинской строфы. Потому что в первой части, с первой по шестую главу, ну, некоторый сюжетный тезис высказан. А затем, с седьмой по восьмую из путешествий Монегина, высказывается некоторый контртезис, противотезис. Если в первой главе мы видим Онегина разочарованного, скучающего, романтического, Онегина, который может развиваться и в сторону свободолюбия, но также может развиваться и в сторону пустого времяпрепровождения, мы видим Онегина, прожившего какой-то отрезок жизни, и мы не были свидетелями этого отрезка, трехлетнего. Мы видим Онегина, который что-то испытал, и вдруг убеждаемся, что все переворачивается. Первая половина романа была построена на том, что Онегин приезжает в деревню, Татьяна влюбляется, пишет письмо, Онегин ставит ее на место, появляется Владимир, Владимир исчезает, а вторая часть, все наоборот, Онегин приезжает туда, где Татьяна уже княгиня, она уже светская красавица, он в нее влюбляется, он пишет ей письмо, она ему читает воспитательную лекцию. Две части романа, внутренне не обозначенные, но очевидные, отражаются друг в друге. И это композиция, которая указывает на это двухчастное построение. Она очень интересная, она очень сложна, и она очень тоже жесткая. Мы видим с вами, что внутреннее противоречие романа заключается в том, что Пушкин стремится к предельной легкости, непредсказуемости, к воздушности слова и к ускользающей нити сюжета. А с другой стороны, он очень четко, ясно, почти арифметически просчитывает все свои ключевые ходы, и в этой жесткой форме содержится абсолютно свободное содержание. Татьяна, встретив Онегина, воображает его героем романа. Ленский выстраивает себе искусственный мир по книжным образцам. Онегину кажется, что он знает, что ожидает их с Татьяной. Все это схемы. И Пушкин разрушает эти схемы, показывая, что жизнь неизмеримо богаче, неизмеримо сложнее, открытие интереснее, чем схема. Поэтому роман называется свободным, поэтому роман открыт, поэтому герои остаются живыми, поэтому недоговоренность Пушкина принципиальна. Мы, когда говорили с вами о том, как строился сонет, о том, что есть тезис, противотезис, обязательно должен быть синтез, должны то же самое вроде бы найти и в композиции романа. И мы находим, только здесь нет никакого вывода. Синтез заключается не в том, что поэт делает какое-то противоположное. Ну, вот был Онегин такой, стал сякой. Татьяна была такая, стала сякая. Татьяна пишет письмо Онегину, Онегин пишет письмо Татьяне. Нет, здесь нету никакого вывода. Пушкинский синтез заключается в том, что он как бы открывает двери, ведущие из романа в самую сердцевину жизни. Вот тут, прежде чем перейти к проблеме финала, давайте скажем об одной очень важной вещи. Мы начали с того, что Евгений Онегин это очень литературное имя. Имя, указывающее нам прямой путь в книжную словесность. И тут же сказали, что посвящение Льву Сергеевичу Пушкину сразу указывало на то, что здесь будет свежий, легкий, свободный поток живой жизни. И на этой грани между литературой, где все продумано, где сюжеты все сочинены, и жизнью, где все непредустановлено, где все непредсказуемо, вот на этом, на этой грани все в романе и балансирует. И когда мы наблюдаем за героями, когда мы наблюдаем за развитием сюжета, мы видим, что поэт ведет нас к тому, что роман кончится как бы ничем, с литературной точки зрения. Давайте прочитаем всем нам знакомые финальные эстрофы, когда Татьяна объяснила Онегину, что я другому отдана и буду век ему верна. Я отдана теперь другому моя судьба уже решена, я век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Заметьте, что произошло. В начале романа сердце его пустое, да? Теперь буря ощущений живет в этом сердце. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался, и здесь героя моего в минуту злую для него читатель. Мы теперь оставим. Надолго. Навсегда. За ним довольным и путем и одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно неправда пора. И Пушкин уходит в сферы, которые не подчиняются законам литературы. Он подчеркивает, что его роман закончился, а началась живая жизнь. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегином моим. Такого типа финал, когда развязка по существу отменена кульминацией, называется открытым. И это любимый пушкинский финал. Дальше литература заканчивается, начинает дышать сама жизнь. И тут мы с вами переходим к, может быть, главной проблеме романа Евгения Онегина, проблеме героев. Кто герой этого романа? Как автор к ним относится? И когда мы задаем так вопрос, то мы должны начать с героя, у которого вроде бы нет прописанного облика. Это герой, сам автор. Мы встречаемся с автором в посвящении, и с кем мы прощаемся последним? С Татьяной? Нет. Татьяна ушла. С Онегиным? Нет. Онегин стоит на пороге. А кто же последний, кто с читателем разговаривает, кто с читателем встречается из героев романа? Вот тот самый автор, который существует на этих страницах, и о котором мы много знаем. Мы его никогда не видим, он сам себя не описывает, но мы много про него знаем. Мы знаем, что он когда-то был с Онегиным приятелем, потом он от Онегина дистанцировался, ему понравилась Татьяна, и это теперь она его идеал. Потом он точно так же присутствует уже и на балах, и вместе со своими героями взрослеет, мужает, и уже он не светский повеса, он уже человек идеала, и его биография внутренняя рассказана, только нет его образа. Более того, Пушкин принципиально возражал против того, чтобы мы пытались зрительно себе представить этого автора. Автор не равен Пушкину. Это один из персонажей романа. Прототипом его является Пушкин, но это герой, это персонаж. Почему так важен Пушкину этот автор? Потому что он задает точку отсчета. Наличие этого автора в структуре романа подчеркивает, что это не просто роман, а роман стихотворный. Как Пушкин написал, роман стихотворный это дьявольская разница. Вот эта дьявольская разница между обычным романом и романом стихотворным, она подчеркнута образом автора, тем, что автор вторгается в действие, тем, что его точка отсчета из его нервной окончания мы воспринимаем то, что происходит с остальными героями. А дальше, понятно, нам сказано, кто главный герой. Именем главного героя назван сам роман Евгений Онегин. Рекомендую вам Онегин мой сосед Я очень счастлив Вначале мы его застаем на распутье. Он разочарован преждевременно, как все люди этого поколения. А что это за поколение? Это поколение, которое действовало в русской истории тогда же, когда проистекают события романа. Проистекают они с 1819-го, как посчитали исследователи, до весны 1825-го года. То есть это преддекабристская ситуация в России, но из чего никак не следует, что Онегин хоть сколько-нибудь связан с декабристами. Эта тема оппозиционных кружков 1-й, 3-й, 19-го века в романе присутствует не только неявно, но и явно. Но относится это к той самой 10-й главе Евгения Онегина, которую Пушкин сначала написал, потом зашифровал, потом сжег и оставил нам загадку, которую мы разгадать до сих пор не можем, хотя вроде бы сама шифровка давно уже была расшифрована. Исследователь Пушкина по фамилии Морозов на одном из черновиков вдруг разглядел, что как будто бы бессмысленная последовательность строк представляет собой несколько четверостишей, каждая из которых входила в состав большой 14-строчной страфы Евгения Онегина. В этой главе речь шла об истории, речь шла о друзьях Пушкина, речь шла о вольнолюбивых замыслах декабристов. Конечно, при жизни Пушкина этот материал опубликован быть не мог. Мы видим, что автор проходит разные стадии отношения к герою. Сначала это легкое приятельство, потом холодноватая дистанция, а потом, конечно, сочувствие. Потому что Онегин, полюбивший Татьяну и прошедший сквозь тяжелые внутренние испытания через страдания, он вновь близок к автору. Ну, уже не как светский Дэнди, уже не как приятель столичный, а как человек, к которому приоткрылась какая-то степень в правде жизни. Та правда, которая может быть очень горькая, но это та самая правда, которая дороже, чем счастье. Татьяна Ларина героиня, которая для нас, как для читателей, конечно, связана с потоком живой и естественной жизни. И автор это вроде бы подчеркивает. Он говорит, Татьяна, впервые именем таким страницы русского романа мы самобольно осветим, но, конечно, имя Татьяна впервые появляется на страницах русского романа, это очень русская героиня. Но уже ее фамилия Ларина откуда происходит? Ведь Лары это римские домашние божества. И ее происхождение литературное, и она сама возникает на страницах романа, как читательница. И она не просто читает, она жизнь видит сквозь сюжеты романов. Она Онегина себе представляет не как живого человека, как героя, сошедшего со страниц очередного романа. А потом она все ближе и ближе приближается к этому естественному потоку жизни. И она постепенно начинает героя главного теснить нам сюжетную обочину. Она психологически его переигрывает. Хотя в последний момент он и возвращает себе права главного героя, потому что для Пушкина страдание это не ужас, ужас, ужас. А страдание это первый шаг к самопознанию. И мы расстаемся с героями в тот момент, когда оба они страдают. Ее холодноватая оповедь Онегину это оповедь страдания. Но ведь и то, что Онегин переживает, это тоже страдание. И они в конечном счете оказываются уравновешены на сюжетных весах этого великого пушкинского сочинения. Что было главным для Пушкина, когда он писал Евгений Онегин? Изобразить эпоху? Ну, конечно, он очень хотел изобразить эпоху. Но он хотел сказать прежде всего о человеческой страсти, о поиске смысла жизни. Об этом он говорил. И в этом отношении он не писал роман о лишнем человеке. Но русская критика, которую роман прочитала, она ухватилась за вещи, которые в романе присутствуют, но они для него второстепенные. Есть ли мотив лишнего человека, человека, который не встраивается в свою эпоху, человека, который не востребован социальной реальностью в романе Евгения Онегина? Ну, конечно, есть. Только это второстепенно. Но критика ухватилась за этот образ, описала его яркими публицистическими красками и закрепила, так ввинтила табличку под портретами Евгения Онегина лишний человек. И это дало ложное толкование для нескольких последующих поколений русских читателей. Противодействуя, споря с этим неверным, ошибочным толкованием, другие толкователи, как, например, великий писатель Федор Михайлович Достоевский, пошли иным путем. Они объявили Татьяну Ларину главной героиней. Но они тоже разрушают тем самым равновесие. В романе есть равновесие героев. Там есть Онегин как главный герой и Татьяна как главная героиня. Пушкин движется от героев навстречу и обратно. Но у него нет окончательного приговора ни одному из героев. Там нет победы Татьяны над Онегиным, там нет поражения Онегина, там есть равновесие двух человеческих страданий, которые открывают человеку то, что без этого страдания он не открыл бы в себе никогда. Роман Евгений Онегин это, конечно, энциклопедия русской жизни. Но прежде всего это роман о любви. Потому что никаких других романов не бывает. Он shape раз olen .